Привет, мои хорошие! Я долго вас ждал. Итак, глава, в которой Иа теряет свой хвост, а пух находит. Старый серый ослик Иа-Иа стоял один-одинешник за рожьем чертополохом уголке леса, широко расставив свои передние ноги и свесю голову на бок, ну, и думал о серьезных вещах. Иногда он грустно думал, почему, а иногда, по какой причине, а иногда он думал даже так, какой из этого следует вывод. И неудивительно, что порой он вообще переставал понимать, о чем же он, собственно, думает. Поэтому, сказать вам по правде, услышав тяжелые шаги Винни-Пуха, Иа очень обрадовался, «Что, может быть, на минутку перестать думать и просто поздороваться?» «Как самочувствие?» – по обыкновению уныло спросил он. «А твое как?» – спросил Винни-Пух. Я покачал головой. «Не очень как-то», – сказал он, «или даже совсем никак. Мне кажется, я уже очень давно не чувствовал себя как». «Ай-яй-яй-яй-яй!» – сказал Винни-Пух. «Очень грустно. Дай-ка я тебя посмотрю». Я продолжал стоять, понуро глядя в землю, и Винни-Пух обошел вокруг него. «Ой, что это случилось с твоим хвостом?» – спросил он удивленно. «А что с ним случилось?» – сказал Иа. «Так его нет». «Ты не ошибся?» «Ну, хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться. А твоего хвоста нет». «А что ж тогда там есть?» «Ничего. Ну-ка, посмотрим», – сказал Иа-я. И он медленно повернулся к тому месту, где недавно был его хвост. Затем, заметив, что ему никак не удается его догнать, он стал поворачиваться в обратную сторону, пока не вернулся туда, откуда начал. А тогда он опустил голову и посмотрел снизу, и, наконец, сказал, «Глубоко и печально вдыхая». «Хм, кажется, ты прав». «Конечно, я прав», – сказал Пух. «Это вполне естественно», – сказал грустно Иа-я. «Теперь все понятно. Удивляться не приходится». «Ты, наверное, его где-нибудь позабыл», – сказал Винни-Пух. «Наверное, его кто-нибудь утащил», – сказал Иа. «Чего от ней ждать-то?» – добавил он после большой паузы. Пух почувствовал, что он должен сказать что-нибудь такое полезное, но не мог придумать, вот что именно. И он решил вместо этого сделать что-нибудь полезное. «Иа-я». Иа-я торжественно произнес. «Я, Винни-Пух, обещаю тебе найти твой хвост». «Спасибо, Пух», – сказал Иа. «Ты настоящий друг, не то что некоторые». И Винни-Пух отправился на поиски хвоста. Он вышел в путь чудесным весенним утром. Маленькие прозрачные облачка весерло играли на синем небе. Они то набегали на солнышко, словно хотели его закрыть, то поскорее убегали, чтобы дать и другим побаловаться. А солнце весело светило, не обращая на них никакого внимания. И сосна, которая носила свои иголки круглый год, не снимая, казалась старой и потрепанной рядом с березками, надевшими новые зеленые кружева. Винни шагал мимо сосен и елок шагал по склонам, заросшим можжевельникам и репейникам, шагал по крутым берегам ручьев и речек, шагал среди грудь каменей и снова среди зарослей. И вот, наконец, усталый и голодный, он вошел в дремучий лес. Потому что именно там, в дремучем лесу, жила сова. Сова жила в великолепном замке Каштаны. Да, это был не дом, настоящий замок. Ну, во всяком случае, так казалось медвежонку. Потому что на двери замка был и звонок с кнопкой, и колокольчик со шнурком. Под звонком было объявление. Прошу нажать и если не открываю. О, под колокольчиком другое объявление. Прошу подергать, если не открывают. Оба эти объявления написал Кристофер Роберт, который один во всем лесу умел писать. Даже сова, хотя она была очень-очень умная и умела читать и даже подписывать свое имя. Сова. И то не умела правильно написать такие трудные слова. Винни-Пух внимательно прочел оба объявления. Сначала слева направо, а потом, на тот случай, если что-нибудь он пропустил, справа налево. Потом, для верности, он нажал кнопку звонка и постучал по ней, а потом подергал за шнурок колокольчика и крикнул очень громким голосом. «Сова, открывай!» и пришел медведь. Дверь открылась, и сова выглянула наружу. «Здравствуй, Пух!» сказала она. «Какие новости!» «Грустные и ужасные», «Ужасные», сказал Пух, «Потому что и-а-и-а, мой старый друг, потерял свой хвост, и он очень убивается о нем. Будь так добра, покажи мне, пожалуйста, как мне его найти». «Ну-у-у-у», сказала сова, «обычная процедура в таких случаях не же следующая». «Что значит быть процедура?» сказал Пух. «Да не забывай, что у меня в голове опилки и длинные слова меня только огорчают». «Но это означает то, что надо сделать. Пока назначают это, я не возвращаю», смиренно сказал Пух. «А сделать нужно следующее. Во-первых, сообщи в прессу. Потом. Будь здорова», сказал Пух, подняв лапу. «Так что мы должны сделать с этой, как ты, как, как, как ты сказала?» «Ты чихнула, когда я собиралась сказать?» «Я не чихала». «Нет, сова, ты чихнула». «Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Ну, нельзя же чихать и не знать, что ты чихнул». «Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, когда никто не чихал». «Я начала говорить». «Сперва сообщи». «Ну вот опять. Будь здорово», грустно сказал Винни-Пух. Сообщи в печать очень громко и внятно сказал сова. «Дай в газету объявление и пообещай награду. Надо написать, что мы дадим что-нибудь хорошенькое тому, кто найдет хвост и ая». «Понятно, понятно», сказал Пух, кивая головой. «Кстати, насчет чего-нибудь хорошенького», продолжал он сонно. «Я обычно как раз в это время не просьбы чем-нибудь и вот хорошенько подкри...» И он покосился на буфет, стоявший в углу комнаты савы. Скажем, ложечкой сгущенного молока. Ну, или еще чем-нибудь. Например, одним глоточком меда. «Ну вот, сказала сова, мы, значит, напишем наше объявление и его расклеят по всему лесу». Ложечка меда промормотал медвежонок про себя. «Ну, или уже нет на худой конец». И он глубоко вздохнул и стану очень стараться слушать то, что говорила сова. А сова говорила и говорила какие-то ужасно длинные слова. И слова эти становились все длиннее и длиннее. Наконец, она вернулась туда, откуда начала, и стала объяснять, что написать это объявление должен Кристофер Робин. «Это ведь он написал объявление на моей двери?» «Ты их видел, Пух?» Пух уже довольно давно говорил по очереди то «да», то «нет». На все, чтобы не сказала сова. И так как в последний раз он говорил «да-да», то на этот раз он сказал «нет-нет, никогда». Хотя не имел никакого понятия, о чем идет речь. «Как ты их не видел?» просила сова, явно удивившись. «Пойдем, посмотрим на их». Они вышли наружу и Пух посмотрел на звонок и на объявление под ним и взглянул на колокольчик и шнурок, который шел от него. И чем больше он смотрел на шнурок колокольчика, тем больше он чувствовал, что он где-то видел что-то очень похожее. Где-то совсем в другом месте. Когда-то раньше. «Красивый шнурок, правда?» сказала сова. Пух кивнул, но он и мне что-то напоминает. Сказала, «Ну вот я не могу вспомнить, что. Где ты его взяла?» Я как-то шла по лесу, а он висел на кустике. Я сперва подумала, что там кто-нибудь живет и позвонила. И ничего не случилось. А потом я позвонил очень громко и он оторвался. И так как он по-моему был никому не нужен, я взяла его домой. И сова сказал пух торжественно. Он кому-то очень нужен. Кому? Иа. Моему дорогому другу Иа-иа. Он очень любил его. Любил его? Был очень привязан к нему, грустно сказал Винни-Пух. С этими словами он снял шнурок с крючка и отнес его хозяину. Ну, то есть Иа. А когда Кристофер Робин прибил хвост на место, Иа-иа принялся носиться по лесу с таким восторгом, размахивая хвостом, что у Винни-Пуха защекотало во всем теле. И ему пришлось поскорее побежать домой и немножечко подкрепиться. Спустя полчаса, утирая губы, он гордо спел. Кто нашел хвост? Я Винни-Пух. Около двух. Только по-правдушнему было около одиннадцати. Я нашел хвост. На этом мы сегодня закончим, а завтра жду вас снова. Приходите, будем слушать эту удивительную сказку. «Все»